Здравствуйте! Время новостей на телеканале КОКЩЕ, в студии Мадина Абдикаримова и в начале коротко о главных событиях дня. Депутаты Мажелиса Парламента Республики Казахстан провели встречу с населением по вопросу строительства атомной электростанции. Подробности об этом через несколько минут расскажу вам я, Каирбет Улигенов. Подробнее о том, как проходит уборочная кампания в Буландынском районе Акмольской области. Уже через несколько минут расскажу вам я, Эльмира Оспанова. Депутаты Мажелиса Парламента призвали Кукщеталцев принять участие в референдуме. Послание – это логичное и последовательское продолжение проводимых главой государства реформ. Так сказал сегодня председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев на заседании экспертного клуба при Палате. Основная тема обсуждения послания президента – справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм. Председатель Сената подчеркнул важность экономических реформ и отметил, что за последние пять лет доходы республиканского бюджета выросли на 80%. Очень важный принцип президент обозначил послание – жить посредством. Короткий принцип, но он меняет все наши подходы. Что мы должны к бюджету не относиться как к инструменту для дальнейшего расширения, какой-то поддержки и так далее. Это все нужно делать, но все должно быть в рамках наших возможностей. На военной службе укрепляется дисциплина. Об этом сегодня на специальном брифинге сообщил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайхасан Жазыгбаев. По его словам, сегодня солдаты имеют возможность связаться с родственниками через службу видеозвонки с семьей. В каждой воинской части создан родительский чат, работают профилактические кабинеты и телефоны доверия, куда можно обратиться в случае нарушения прав. Кроме того, во всех казармах страны установлено более 12 тысяч видеокамер. Есть специальные операторы, которые следят за этим. Опубликован общий алфавит Тюркского мира. Образец из 34 букв был представлен на третьем соседании Комиссии общего алфавита Тюркского мира в Баку. Также на этом совещании была опубликована декларация общего тюркского алфавита, которая основана на латинском графике. В нем применялся принцип одной буквы на фонему с учетом особенностей языков. Это общий алфавит, не алфавит какого-либо государства. Если Казахстан первым примет данный алфавит, то алфавит Казахстана в будущем может стать общим алфавитом тюркского пространства в целом. Например, пять букв этого алфавита отсутствуют в современном алфавите Турции. Постепенно они могут прийти к этому общему алфавиту. Каждый штат имеет свой выбор в соответствии с местными языковыми законами. Депутаты Мажелиса парламента Республики Казахстан встретились с населением в Кокшетау. Айна Мусоролимова, Наталья Дементьева и Юлия Кучинская разъяснили собравшимся о необходимости строительства атомной электростанции для будущего страны. Подробности в материале корреспондента. В обществе действительно существует ядерная фобия. Поэтому депутаты Мажелиса постарались развеять существующие сомнения. На данный момент в 31 стране мира функционируют 192 атомные электростанции, на которых работают 438 энергоблоков. Как отметили мажелисмены, нужно опираться на международный опыт. Многие из стран уже более 40-50 лет используют электроэнергию, произведённую на атомных электростанциях, что позволило достичь значительного прогресса. Те страны, которые, в принципе, имеют пакет АЭС, они на порядок вперёд шагнули. Это и далее, когда, допустим, мы АЭС построим, это даст возможность, и сразу, конечно, но даст возможность нам снабдить недостающие электроэнергии, наше население, удешевить тарифы. В последние годы Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии. Северные регионы получают электроэнергию из России, в то время как южные зависят от поставок из Кыргызстана и Узбекистана. Особенно сложная ситуация сложилась на юге страны. В ходе встречи депутаты мажелиса ответили на все вопросы, волнующие население. Действительно, необходимо идти в ногу со временем. Это значит переходить на атомную энергетику, которая является на данный момент чистой энергетикой. Потому что минимальное количество выбросов. Ну и в то же время это более стабильная энергетика, которая позволяет приходить инвесторам, развивать экономическую сферу. А в связи с этим будет улучшаться и социальная жизнь нашего населения. Кроме того, мажелисмены отметили, что страна, несомненно, готова к строительству АЭС. Для этого есть 17 тысяч специалистов, еще 9 тысяч обучаются. Кузнецы этих экспертов – Институт ядерной физики в городе Алматы. Теперь населению нужно проголосовать на референдуме, ведь важен каждый голос. Строительство и последующая работа АЭС будут вестись под контролем Международного агентства по атомной энергии. Депутаты мажелиса парламента Республики Казахстан Айна Мусралимова, Наталья Дзементьева и Юлия Кучинская встретились с трудовым коллективом областного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» и призвали прийти на избирательные участки 6 октября и принять важное решение, определяющее судьбу страны в предстоящие годы. Выступая перед трудовым коллективом, депутаты мажелиса парламента выразили мнение, что главная потребность в строительстве атомной электростанции – это решение дефицита электроэнергии. По прогнозам специалистов, к 2030 году дефицит мощности в Казахстане может превысить 13 миллиардов киловатт в час. Мажелисмены отмечают, что строительство атомной станции позволит эффективно решать экологические проблемы. Аграрии региона собрали более половины урожая. На сегодня проведены работы на полях площадью порядка 2,5 миллиона гектаров. Стабильно хорошая погода позволила постепенно повысить среднюю урожайность. Сейчас этот показатель дошел до отметки в 13 центнеров с гектара. Товарищество «Журавлевка-1» в Буландынском районе бросило все силы на уборку урожая. На сегодня завершены работы на 30% от общей площади посева. Средняя урожайность на полях товарищества радует. С гектара собирают по 30 центнеров. На осеннюю страду выезжают около сотни комбайнов. Дополнительную рабочую силу привлекать не пришлось. Задействованы собственные сотрудники. Пока погода позволяет, мы работаем в усиленном режиме, рассказывает руководитель. Сейчас на данный момент мы находимся на поле из одного производственного участка. Поле номер 36. Убираем зерновые культуры, пшеницу. На сегодняшний день по зерновым мы где-то уже около 45% убрали. Качество зерна по-разному идет. И четвертый класс, и третий класс. В зависимости от сортов и погодных условий. В этом году те поля, как первые посевы, которые подошли, прошли небольшие осадки. И получилось, что качество зерна четвертый класс. Зерно с полей товарищество убирает со средней влажностью в 17%. Какое-то количество направляется напрямую в собственные сушилки и хранилища. Кстати, для сохранения урожая в том числе используются специальные мешки-рукава. В них зерно может полгода не терять свойств и дождаться обработки. Основная же часть урожая отправляется на элеваторы. Элеваторы у нас на сегодняшний день принимают зерно. Как влажное, так и сухое. Действительно, специалисты, которые необходимы нам на элеваторах, на сушках, они в коллективах, в хозяйствах имеются. Круглосуточно сейчас работаем. Действительно, вначале надо сказать, что были у нас рабочие моменты. Элеваторы настраивались на работу. На сегодняшний день все 66 элеваторов принимают зерно. На проведение сушки для Акмойнской области выделено порядка 22 тысяч тонн дизельного топлива и 1800 тонн сжиженного газа. Ожидаются дополнительные объёмы для работ в октябре. Аграрии также получили долгожданные новости. Проткорпорации были установлены закупочные цены на пшеницу. По программе форвардного закупа зерно третьего класса с криковиной от 27% будет стоить 100 тысяч тенге за тонну. Жительница Коши столкнулась с неправомерным действием должностных лиц при приватизации жилья из Государственного жилищного фонда. После вмешательства областного департамента по делам государственной службы права гражданки были восстановлены. В ходе рассмотрения обращения департаментам установлено, что отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Коши, истребовал услугополучателя справку о том, что она не состояла в браке. В целях получения справки гражданка обратилась в несколько учреждений и к нотариусам. Оказалось, что данный документ не предусмотрен законодательством. Однако без него руководитель отдела отказался заключать договор о приватизации. Столкнувшись с подобным препятствием, услугополучатель была вынуждена обратиться в областной департамент по делам государственной службы. Статья 14 административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан установлен запрет на злоупотребление формальными требованиями. То есть запрещается отказывать в оказании государственной услуги с целью соблюдения требований, не установленных законодательством Республики Казахстан. В этой связи департамент, признав действия руководителя отдела по истребованию излишних документов несоответствующими правилам оказания государственной услуги внес Акиму города Коша решение о восстановлении нарушенных прав услугополучателя. После вмешательства департамента услугополучателю удалось заключить договор о приватизации. Руководитель отдела был освобожден с занимаемой должности. Отметим, что с начала года областным департаментом по делам государственной службы восстановлены и защищены права более 400 граждан. Экспорт урана в Казахстане установил рекорд. За 7 месяцев 2024 года за рубеж ушел природный обработанный уран на 2 миллиарда доллара, что на 54% больше, чем было в те же месяцы 2023-го. Нынешнее значение максимум для периода по крайней мере с 2015 года. Важно рассмотреть направление, куда отправляется уран. В денежном выражении главенствующую роль занимает Россия с долей в 46%. За год общая стоимость поставок в эту страну выросла на 23%, при том, что физический объем снизился аналогично. В результате средняя стоимость одного килограмма урана резко возросла, увеличившись на 63%. Однако в количественном выражении, если измерять в килограммах, ведущим покупателем стал Китай, на долю которого приходится 44%. За последний год КНР значительно увеличила свои закупки. Как в физическом – плюс 21%, так и в денежном выражении – плюс 72%. Все остальные значимые партнеры прошлого года также продемонстрировали рост объемов. Тем временем Румыния и Австрия полностью исчезли из числа покупателей. В 2023 году Румыния закупила уран на 27,5 миллиона долларов. Но в этом году партнерские связи были прекращены. Около 12 тысяч человек в стране находятся в списке доноров костного мозга. Ежегодно их ряды пополняются на 1200-1500 человек. Однако существует большой спрос на неродственных доноров. Первые операции по замене костного мозга отечественные врачи провели в 2018 году. Аналогичная операция была проведена четырем пациентам из России и Италии. 70 различных заболеваний можно вылечить, заменив костный мозг, говорят эксперты. Следовательно, любой здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов может стать донором. В электропоездах национального перевозчика открылся буфет. Пассажиры теперь могут перекусить. В электропоездах, курсирующих по маршрутам Астана-Кокшитау и Астана-Атбасар, для пассажиров в пути открыты буфеты для легкого питания. Горячие блюда в буфетном вагоне не предусмотрены. Однако пассажирам ежедневно предлагаются хлебобулочные изделия, напитки, закуски, шоколад и горячие напитки по доступным ценам. Этот ассортимент позволяет пассажирам легко перекусить по пути и сделать поездку еще более комфортной. Средний чек на одного пассажира в буфетном вагоне, включая напитки, составит около 700 тысяч тенге. Отметим, что время в пути электропоездов на маршрутах Астана-Кокшитау и Астана-Атбасар составляет около 4 часов. Вопрос внедрения искусственного интеллекта в систему среднего образования был затронут на августовском совещании. Эффективное использование передовых технологий в сфере образования – актуальная тема сегодняшнего дня. Команда современных учителей с помощью искусственного интеллекта оптимизирует решение многих проблем, закрепленных в образовании. Одна из преимуществ искусственного интеллекта – способность точно и быстро анализировать большие объемы данных и обрабатывать взаимосвязь между ними. Принятие окончательного решения остается за человека. Такое партнерство человека и машины положительно влияет в решение образовательных проблем. Программа формирует учебный процесс, соответствующий образовательным способностям каждого учащегося. Ученики Третьей городской многопрофильной школы-гимназии имени Малика Габдулина отмечают положительный эффект применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. «Сегодня на уроке математики мы использовали искусственный интеллект. С помощью геогебра построили изображение графиков функций. Программа может безошибочно вывести решение любой задачи. Также она очень полезна на уроках гуманитарного направления, особенно английского языка». Кроме того, искусственный интеллект способствует улучшению качества услуг в сфере образования, автоматизирует ежедневные рутины и административные задания на образовательной платформе, выполняет такие задачи, как проверка тестов и составление расписания. Это позволяет учителям больше времени уделять улучшению качества образования и взаимодействию с учащимися. Применение передовых технологий совершенствует процесс и содержание образования, отмечают преподаватели. «Я применяю в своей практике искусственный интеллект уже почти три года. Если на уроке математики раньше мы использовали только мел, линейку и доску, то теперь мы можем показать наглядно график функции. На уроках геометрии программа геогеброгеометрия отлично демонстрирует фигуры в 3D-объёме». На сегодняшний день школа обеспечена высокоскоростным спутниковым интернетом «Старлинг». Учебники переведены полностью в цифровой формат. Они доступны на 11 платформах. Грамотное внедрение в образование технологий искусственного интеллекта обеспечивает эффективность обучения. Это, в свою очередь, позволит улучшить качество образования. Арайлам Шатарымбек, Нурсауле Мурат, Василий Бережников, Бекжан Толюбек, Кокщахбарат. Третья суббота сентября – Всемирный день донора костного мозга. В пересадке стволовых клеток в Казахстане ежегодно нуждается около 300 пациентов с завалианием лейкоз крови, половина из которых – дети. Доступность донора может стать решающим фактором спасения жизни человека. В связи с этим областной центр крови приглашает добровольцев вступить в ряды потенциальных доноров костного мозга. Всего в Казахстане зарегистрированы почти 11,5 тысяч доноров костного мозга, из которых всего 12 человек смогли произвести кроводачу. Причина такой статистики – требование максимальной совместимости с пациентом. Именно поэтому для того, чтобы у нуждающихся было больше шансов получить необходимые компоненты, доноры добавляются в национальный реестр. Один из них – житель Кухшетау Павел Шкредов, который регулярно сдаёт кровь уже 6 лет. В прошлом году прочитал на страничке нашего центра крови о том, что будет проходить забор на донорство костного мозга. Пришёл, думал сразу, что там будет что-то такое фантастическое. Нет, на самом деле всё очень просто. Заполнил анкету, сдал анализы, одну пробирочку крови у меня набрали. Всё и сказали ждать. Я считаю, что сдавать кровь – это нужное дело, потому что спасти жизнь человека – это большого стоит. По статистике, в Казахстане один донор приходится на 2000 пациентов. В национальный регистр принимаются относительно здоровые люди от 18 до 45 лет, не имевшие хронических заболеваний. Сдать стволовые клетки может получиться лишь один раз в жизни, и шансы на повторное совпадение необходимых генов невелики. Сама процедура происходит как сдача клеток тромбоцитов. Донора подключают к аппарату, подключают в две вены. С одной вены идёт забор, во вторую вену идёт возврат крови. Это абсолютно безболезненно, безопасная процедура. После процедуры могут быть гриппоподобные состояния 2-3 дня, и донор восстанавливается полностью. Специалисты областного центра крови отмечают, что ежегодно число потенциальных доноров увеличивается. У человека, которому необходима трансплантация, есть лишь один шанс на 10 тысяч найти подходящего генетического близнеца среди всех людей на Земле. Для того, чтобы вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, необходимо заполнить анкету и сдать одну пробирку крови на типирование. Эльмира Успанова, Павел Соловьёв, Бегжан Тулебек, Кукщияк, Парад. Завершился региональный конкурс «Жигэт Султаны». Он проходил в два тура. За звание лучшего состязались 13 претендентов в возрасте от 20 до 30 лет. В первом туре конкурса участники представили себя. Также исполнили песенные произведения Балуана Шулака и Биржан Сала. Таким образом продемонстрировали свои творческие способности. Зрители остались довольны выступлениями участников. Мы желаем, чтобы такой конкурс нашёл своё продолжение не только в нашем регионе. Вчера участники в творческом туре показали свою хорошую подготовку. Мы стали свидетелями прекрасного искусства. Во втором туре участники состязались в Жамба, Тухадах, Шакуре, Саудару, Спаке. По итогам двухдневного конкурса определён «Жигэт Султана». Все участники сильные. Они прошли отбор в своих сёлах, районах. Кто-то борец, кто-то певец, кто-то актёр. Наряду со спортом я близок к искусству. Этот региональный конкурс проходит на высоком уровне. По итогам конкурса в номинации «Онерле Жигэт» стал лучшим «Хамза Айдын» из Ерендинского района. В номинации «Жигерле Жигэт» – «Иска Кайбек» из села Красный Яр. В номинации «Хайсар Жигэт» – «Санахер Кебулан». В номинации «Блекте Жигэт» – «Таттимбек Айбек». Резабек Али из Астаны стал победителем конкурса, получив звание «Жигэт Султана». В завершение мероприятия выигравшие участники получили дипломы и денежные сертификаты. Кайбек Туригенов, Жанар Мукушева, Павел Соловьев, Жанбыл Балтаев, Кукщая Ахпарат. Корейская Народно-Демократическая Республика испытала новую баллистическую ракету, способную нести 4,5 тонн боеприпасов. Также состоялось испытание другой стратегической крылатой ракеты с существенно улучшенными характеристиками. Однако детали и название этой ракеты не раскрываются. Тест возглавил лидер страны Ким Чен Ын. В ходе исследования была проверена способность ракеты летать на расстоянии 320 километров. К 2050 году объем производства атомной электроэнергии в мире может вырасти в 2,5 раза. Сегодня 31 страна по всему миру пользуется преимуществами АЭС. Еще 30 стран намерены начать производство такого источника энергии. Строительство станций в Турции, Египте, Бангладеш близится к завершению. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет. По данным Международного агентства по атомной энергии, в мире возросла популярность атомной энергетики. Предполагается, что отрасль укрепится с развитием технологий малых реакторов. В Германии открылся первый в Европе завод по переработке лития. Он будет производить гидроксид лития, необходимый для аккумуляторов электромобилей. На его строительство ушло чуть более двух лет, израсходовано 140 миллионов евро. Литий – ключевой элемент, необходимый для производства аккумуляторов электромобилей. Литий-ионный аккумулятор занимает отдельное место, если для электромобилей требуются определенные характеристики и диапазон вождения. Завод получает большую часть сырья из Бразилии, а затем превращает литий в гидроксид лития в аккумуляторе. По оценкам, завод в Германии производит 20 тысяч тонн гидроксида лития, что составляет полмиллиона электромобилей в год. Одной из целей запуска завода является снижение зависимости европейских стран от внешних источников поставок. В будущем здесь также будет переработан литий, произведенный в Европе. В столице Японии проходит неделя робототехники. В рамках выставки были презентованы роботы, оказывающие услуги в различных сферах. Внимание многих привлек робот, который помогает предотвратить опасность на железной дороге. Специалисты говорят, что инновационные технологии способствуют повышению производительности труда в этой сфере. Этот робот, созданный японцами, призван уберечь железнодорожников от различных опасностей. Он заранее выявляет и предупреждает о ситуации, которая может возникнуть во время работы. Робот управляется удаленно оператором в виртуальном головном уборе. Сотрудник может не только наблюдать за движением и действиями робота через него, но и чувствовать его. Инновации вызывают восхищение посетителей выставки. Это не просто технологический прорыв, а символ новой эры. Со временем инновации становятся верными спутниками человека в выполнении сложных задач. Это может привести к различным изменениям в многопрофильной отрасли в будущем, говорят эксперты. Сборная Казахстана по футзалу досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. На чемпионате мира по футзалу 2024 года, который проходит в Узбекистане, завершился второй тур группового этапа. В плей-офф две команды, которые стали лучшими в каждой группе, получают прямую путевку. Сборная Казахстана досрочно вышла в плей-офф. В настоящее время в 1-8 финала вышли команды Аргентины, Бразилии, Ирана, Испании, Казахстана, Марокко, Парагвая, Португалии, Таиланда и Франции. Последний матч группового этапа сборная Казахстана проведет 21 сентября против Новой Зеландии. С 6 по 13 октября в Астане пройдет 27-й чемпионат Азии по настольному теннису. Столица Казахстана впервые примет континентальное первенство. Все лучшие игроки Азии, участвующие в чемпионате, соревнуются за самый престижный титул на континенте. Всего на предстоящем чемпионате Азии выступят 210 спортсменов из 26 стран. Медали завоевали мастера мини-ракетки Бахрейна, Гонконга, Индии, Иордании, Ирана, Емена, Катара, Китая, Тайбея, Китая, КНДР, Кыргызстана, Малайзии, Мальдив, Монголии, Непала, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки, Южной Кореи, Японии, Казахстана. Взаимная экспертиза. Сборную Казахстана представляют такие спортсмены, как участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020, Париж-2024 Кирилл Герасименко. Участница Олимпиады-2020 Анастасия Лаврова. Победитель молодежного чемпионата мира в миксе Алан Курмангалиев. Различные призеры международных турниров Сорвинос, Меркадирова, Зауреш Акашева. Азиатский континент занимает лидирующие позиции в мире в этом виде спорта. Это станет одним из важных турниров в календаре международных соревнований. Привлечет большое внимание любителей настольного тенниса и станет соревнованием за звание лучшего на континенте. Медали разыгрываются в индивидуальном, командам, а также парном и смешанном разрядах среди мужчин и женщин. Казахстанка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачева вышли в полуфинал турнира VTA 250, который проходит в Хуахине. В четвертьфинальном матче турнира спортсмены обыграли американку Джесси Эйни, немецкую спортсменку Лену Пападакис в двух играх. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Матч длился 1 час 5 минут. Казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATR 250, который проходит в китайском городе Ханчжоу. В матче второго круга еще один представитель Казахстана проиграл в двух сетах Михаилу Кукушкину. Счет 4-6, 6-7. Матч длился 1 час 45 минут. Соперник Кукушкина в четвертьфинале турнира в Ханчжоу станет победителем встречи между российским теннисистом Кареном Хачановым и китайцем Бу Юнчакета. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова